Доброго всем! Мы вновь прислушаемся к мнению наших подписчиков на YouTube-канале, сайте и в социальных сетях. Вы обратили внимание на то, что в наших видео, которые мы стали публиковать в YouTube-канале, изначально не было какой-то последовательности. И все чаще и чаще к нам стали обращаться с просьбой к какой-то систематизации наших видео. Например, все чаще и чаще возникал вопрос, как и с чего вообще начинать проверку головки блока цилиндров, каковы этапы ремонта и многое другое. Согласен, мы в своих видео многое опускаем за скобки, подразумевая, что вы это знаете. Постараемся исправить положение и с определенной периодичностью начнем серию видео, где поэтапно и, конечно же, с адекватными подробностями, не затягивая и не рассусоливая на пустом месте, расскажем вам, как делаем эту работу мы, наш небольшой коллектив. Наше видео и наша работа отнюдь не являются догмой и, естественно, не претендуют на исключительность. Все увиденное на нашем канале, в наших видео мы предоставляем вам в качестве ознакомительного материала о нашей практике сфере ремонта головок блока цилиндров, не более того. Итак, начнем понемногу. Как же проверить головку блока? С чего начать? Мы в нашей работе не занимаемся демонтажом и монтажом ГБЦ, поэтому и разговора об этом на эту тему у нас не будет. Клиенты самостоятельно или при помощи специалистов автосервисов демонтируют свой агрегат и он уже к нам приходит, как отдельная единица. Если коротко о головке, то головка блока цилиндров, понятное дело, что одна из ответственных и нагруженных узлов двигателя, в котором монтируются детали газораспределительного механизма. Имеют близко расположенные камеры сгорания, впускные и выпускные каналы, а также масляные магистрали, полости системы охлаждения и вентиляции. Естественно, при отклонениях в работу системы смазки и особенно охлаждения, а также при нарушении правил эксплуатации этих обслуживаний, в головках блока возникают дефекты, не только нарушающие нормальную работу двигателя, но и способные вообще привести к выходу его из строя. Мы по своим наблюдениям видим, что наиболее часто в практике встречаются деформации рабочих и привалочных плоскостей, вызванные, естественно, перегревом. Износ направляющих ток, это понятно, судио-клапанов. Также выгорание участков поверхности у камер сгорания, трещины, ослабление посадок и разрушение судио-клапанов. Их прогары, расплепывание, механические повреждения камер сгорания из-за поломки каких-то деталей блока цилиндров, поршней, шатунов, клапанов и многого другого. Большинство из перечисленных дефектов может быть устранено с помощью правильной выбранной технологии ремонта без ущерба для надежности и долговечности двигателя. Хотя, естественно, при этом следует учитывать и экономические соображения. В некоторых случаях ремонт получается чрезмерно трудоемким и его цена сопоставима или даже выше цены новой головки. Хотя не всегда это так и в последнее время, в связи с пандемией и перекрытием границ, порой отремонтировать пусть и за сумасшедшие деньги и является одним единственным решением проблемы. Во всяком случае, это мы наблюдаем у нас в нашем регионе. Проверку головки блока следует начинать с тщательной мойки и очистки. Иногда бывает полезным даже слегка пройтись соответствующим режущим инструментом по поверхности сёдел. Известны случаи, и они бывают довольно-таки часто, когда трещины и иные дефекты мы уже обнаруживаем в процессе порезки сёдела, либо же вообще при окончательной сборке. Конечно, особое внимание следует уделить привалочной плоскости головки. Профессиональный ремонт в любом случае всегда заканчивается фрезеровкой поверхности блока цилина. Однако при сильной деформации плоскости, мы измеряем её при помощи лекальной линейки и щупов, этого недостаточно. Может потребоваться растачивание отверстий под распредвал из-за нарушения соосности. А в наиболее тяжелых случаях сильного перекоса сёдел и направляющих втулок клапанов может потребоваться и их замена. Все дефекты, выявленные на поверхности камеры сгорания, необходимо проанализировать на предмет необходимости их ремонта. Такие дефекты, как забоины, трещины, оплавленные или изъеденные коррозии участки вблизи сёдела клапанов и окантовки прокладки головки блока цилиндра обычно ремонтируются сваркой. Как правило, коррозия в водяных рубашек возникает из-за применения некачественной дешевой охлаждающей жидкости. Также от расположения и размера дефектов зависят способы ремонта. Может потребоваться большой объем подготовительных работ. Так, при заварке трещин или каких-то прогаров иногда требуется удалять сёдела. Естественно, растачивать потом эти места и запрессовывать новые сёдела. Или дополнительных ремонтных операций по восстановлению постели головки блока цилиндров в результате того, что после каких-то проведенных сварочных работ данную постель повело. Проверка направляющих втулок клапанов сводится к определению зазора в отверстии втулки со стержнем клапана. Измерить зазор можно как непосредственным определением размеров деталей микрометром и нутромером, так и косвенно с помощью индикатора по качанию клапанов во втулке. Мы, как правило, в своей практике используем микрометр и нутромер. Тем не менее, отметим, что профессиональный подход к ремонту, капитальному ремонту головки блока цилиндров предполагает замену направляющих втулок, клапанов и гидротолкателей. Такое правило не лишено оснований. После ремонта, как вы понимаете, должны быть восстановлены до номинальных все зазоры. Геометрия, сопряжение деталей, выступание клапанов, размеры фасок клапанов и сёгел и взаимное расположение поверхности. Не круглость, не плоскость, не соосность, не параллельность, не перпендикулярность. Иначе бессмысленно говорить о каком-то высоком ресурсе двигателя после такого ремонта. Поэтому использование старых деталей и выбрасывание из ремонтных технологий отдельных операций по механической обработке поверхности не обравданное исключение. И это исключение позволяющее ускорить ремонт и сэкономить деньги клиенту, что по нынешним временам достаточно актуально. И это считается непрофессиональным, потому что неизвестно сколько данное изделие пройдет после такого ремонта. Вот коротко я характеризовал те направления и те действия, которые мы должны выполнить, когда головка приходит к нам в работу. А более подробно о каждом этапе дефектовки и ремонта мы расскажем в следующих видео. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить и без аварийных вам поедем.